Конструирование – это ад для новичка и часто боль для опытного портного. Методики конструирования рассказывают, как выполнить построение, но мало объясняют, что и почему они делают. В итоге, когда изделие не садится, из книжек по дефектам посадки мы можем узнать, как исправить уже имеющийся дефект на чертеже, но остается совершенно непонятным, по какой же причине он возник. Всегда ли эти ошибки зависят от меня? Это канал Шьем с умом, меня зовут Александра, и прежде чем искать свои ошибки, давайте разберемся, откуда вообще могут происходить ошибки в конструкции. Начнем со снов. Методики конструирования не точны сами по себе. Как бы точно мы не сканировали форму тела, при переносе на плоскость она всегда будет немного искажена. Это математическая задача, с которой пытался справиться великий изобретатель Чебышев, но и у него не вышло. Поэтому, какой бы метод мы ни взяли, он будет несовершенен и подходить только для определенного круга задач. Давайте посмотрим, что имеется в нашем конструкторском арсенале. Самый древний и распространенный метод – это макетный. Он же муляжный, он же наколка. В чистом виде он хорош для создания сложных форм, а также для тех случаев, когда по какой-то причине другие методы не работают. Но абсолютно все им пользуются, когда подгоняют изделия по фигуре. В качестве основного метода он требует сноровки и не всегда удобен. Следующая группа методов – расчетно-графические. Это построение выкройки по меркам. Во все времена существования портных такие выкройки были личным достоянием каждого мастера. И так оно и происходит до сих пор, с тем лишь отличием, что появилось еще и массовое производство, которое стало делать свои выкройки. И нужно понимать отличие этих выкройк от первых, потому что именно ими мы сейчас и пользуемся. Методика ЦНИ-ШП и ЕМКСФ были разработаны для производства. На их основе, заменив некоторые формулы мерками, сделано ЦОТЭШЛ, которую сейчас преподают. Точно так же современный Мюллер и сын – это не то, как крыл сам Мюллер в своей практике. Чем отличается производственная система кроя от индивидуальной? Портной, какими бы шаблонами он ни пользовался, в итоге должен идеально посадить изделие на каждого своего клиента. Производство же должно условно посадить изделие сразу на большое количество человек. Очевидно, что это другая задача с другим конструктивным решением. И строить на этой основе индивидуальные выкройки – все равно, что пытаться на общественном транспорте подъехать к дому. Бывает такое, но везет далеко не всем. Здесь можно возразить, что в основе методик лежат антропометрические замеры, которые взяты не с потолка и должны подойти большинству людей. Давайте посмотрим, какие параметры входят в расчет любой конструкции. Про мерки мы уже сказали. Также свойства используемого материала, технологические обработки и актуальная форма изделий. И здесь трудность в том, что все это устаревает. Я слышала, что последний раз замеры населения в России проводились в середине 90-х. То есть одно поколение уже успело смениться. И даже беглого взгляда на базовые конструкции плечевых изделий достаточно, чтобы увидеть, что они рассчитаны на ровную спину, найти которую сейчас все труднее. Ну и что же делать, спросите вы? Не ждать многого от промышленных методик конструирования. И делать то, что делали портные во все века. Адаптировать методики, перенимать чужой опыт и годами, методом проб и ошибок, накапливать собственные наработки и понимание, как работает конструкция. Напишите, пользуетесь ли вы какой-то методикой в чистом виде? Или у вас сборная солянка из разных методов? И какая методика конструирования, на ваш взгляд, самая удачная? Говоря о методах конструирования, я еще не упомянула инженерные, когда мы как бы снимаем слепок с фигуры. Сюда относятся все виды 3D-сканирования, с которыми пока портные сталкиваются не так часто, а также народный метод обматывания мамы или подруги скотчем с последующим разрезанием и получением готовой выкрики. И несмотря на то, что некоторые над этим смеются, в особо отчаянных случаях я считаю это вполне разумным решением. В целом, 3D-сканирование не является более точным методом, чем другие, как может показаться на первый взгляд, потому что она не избегает проблем, связанных с переносом объемной фигуры на плоскость. В будущем, возможно, у нас будет материал, который не нужно будет кроить. И последний такой пример мы видели на показе Коперни весна-лето 2023 года, когда Белл уходит, облили какой-то жижей, которая на ней засохла в виде платья. Возможно, кому-то это будет нравиться, но я предлагаю вернуться к конструированию. Итак, мы выяснили, что причиной плохой посадки может быть неточность самой системы кроя. Теперь давайте рассмотрим ситуации, когда даже при удачной конструкции возникают дефекты посадки. Первое – это погрешность измерений. Человек не манекен. Он может находиться в разных эмоциональных и физических состояниях, которые будут давать расхождение в мерках. Помимо этого, человеческое тело имеет свои пропорции. И вы при снятии мерок сразу можете не угадать наиболее удачное расположение линий изделия. Второе – это погрешность построения. Сначала сантиметр, потом карандаш, потом мел. Все вместе может дать расхождение на несколько миллиметров. Третья причина – это свойства тканей. Спортные говорят, что ткани от определенных производителей на той же самой конструкции могут сидеть свободнее, чем другие. И если вы не работаете с постоянными поставщиками, предугадать это просто невозможно. Четвертое – что ряд элементов конструкции принципиально неизмерим. Такие как наклон плеча, линия проймы и другие. И все это нам говорит о том, что подгонка изделия неизбежна. И речь здесь идет не только о технических вопросах, но и об общем художественном восприятии изделия, а также других моментах, которые видны только на примерке. Поэтому, если портной хвастается, что у него все всегда садится с первого раза, для меня это скорее говорит против его компетенции, чем за. Итак, даже самую тонкую и продуманную систему конструирования не стоит переоценивать. Не меньшее значение для конечного результата имеют и то, как были сняты мерки, и собраны данные, и проведена примерка, и работа с дефектами посадки. Все эти этапы я планирую более подробно разобрать в своих видео, поэтому не пропустите новые полезные выпуски. Это канал Шьем с умом. С вами была Александра. Пока-пока. Пока-пока.